Добрый вечер, в эфире Афонтова новости, в студии Ольга Дубровская. Задержан главный врач перинатального центра Андрей Павлов. Подробности буквально через минуту. А пока о других темах выпуска. Новогодний подарок от коммунальщиков. Жители Железногорска получили квитанции, суммы в платежках в два раза выше привычных. В чем причина такого новшества? Уступите автобусу полосу. Чиновники предлагают на десятках улиц выделить полосы для автобусов. Мы выслушали мнение специалистов и водителей. Пять дней на шедевр. Скульпторы из разных стран и городов приехали на фестиваль создать свои творения из-за льда и снега. Чем не угодил сибирский материал иностранцам? Итак, главный врач Краевого перинатального центра Андрей Павлов задержан. Эту информацию новостям Афонтова подтвердили ФСБ. Медика подозревают в получении взятки в особо крупном размере. На Павлова завели уголовное дело по результатам обысков в самом перинатальном центре, которые прошли в декабре. Сейчас Андрей Павлов задержан на два месяца. Все подробности в ведомстве обещали рассказать завтра. Мы будем следить за развитием ситуации. И к другим темам. Усыплять месячных щенков разрешила администрация Красноярска подрядчику, который занимается отловом собак в городе. Соответствующее распоряжение появилось сегодня на сайте мэрии. Чиновники внесли правки в регламент работы по отлову бездомных животных. «При отлове кормящей самки со щенками в возрасте до одного месяца щенки подлежат эвтаназии в случае невостребованности в течение одного дня после отлова». Также мэрия разрешила содержать отловленных собак не семь дней, а десять. Напомню, в конце 2017-го торги на отлов бездомных животных выиграл сын скандально известного подрядчика Виктора Версяцкаса, которого зоозащитники обвиняли в жестоком обращении с животными и добились его отстранения от работы. Последние полгода отловом собак занимались сами общественники, работали по выработанному ими регламенту, и вот в этот документ чиновники и внесли изменения. Что думают по этому поводу зоозащитники, а также в чем причина таких новшеств в отлове собак, расскажем уже завтра. Железногорцы получили декабрьские платежки с непривычно большими суммами. С некоторых горожан коммунальщики требуют по 11-13 тысяч рублей. И эти суммы, скорее всего, придется заплатить. Дмитрий Пименов продолжит тему. 11-158. Это практически моя пенсия. Галина Ильянова до сих пор в шоке от неожиданного новогоднего подарка. Коммунальщики требуют с нее за декабрь без малого 11 тысяч 200 рублей. Квартплата в закрытом городе и так не самая низкая. За свою трехкомнатную Галина Ильянова платит то 6, то 9 тысяч. На чехарду суммами уже махнула рукой, но тут счет пришел на 11. Приходится вспоминать арифметику, чтобы понять, как выживать дальше. 11 900 я получаю пенсию, 11 200 без 42 рублей я отдам квартплату, а на что я куплю себе таблетки, хлеб, кусочек сахара и все остальное. Удивительные платежки получили клиенты муниципальной компании городской жилищно-коммунальной управления. ГЖКУ фактически монополист в Железногорске обслуживает почти 80 тысяч горожан. Кого-то попросили доплатить 50-100 рублей, кого-то несколько тысяч. Тамара Латфулина получила, наверное, самый рекордный счет. Мы платим 7, 8, 9 и 13. Как пояснили возмущенным горожанам, эти поднебесные суммы перерасчет за горячую воду за 2016 год. Оказывается, железногорцы бесплатно получили гигакалории на 41 миллион рублей. С горожан брали деньги за воду, нагретую до 60 градусов, а фактически поставляли более горячую. Раньше это невозможно было учесть, теперь посчитали. Если раньше мы выставляли, исходя из температуры минимальной, которая допускает СНИП, это 60 градусов, то факт показывает, что температура воды не 60 градусов, а фактически больше, и 75, и 80 градусов она есть. А население, вот эти потребленные гигакалории, они не оплатило. С похожей ситуацией столкнулись и жители Красноярска полгода назад, когда жилфонд выставил своим клиентам дополнительные суммы. Горожане и СМИ подняли шум, а стройнадзор обратился в арбитраж с просьбой проверить действия коммунальщиков. Пока дело рассматривали, железногорские коммунальщики наблюдали. И как только процесс закончился в пользу жилфонда, попросили железногорцев тоже доплатить. Общественник Роман Казаков считает, что оспорить этот перерасчет вряд ли удастся. Максимум можно пересмотреть сумму платежа у каждого отдельно взятого железногорца. Необходимо проверить правомерность выставления именно этих цифр в платежных документах. Для этого необходимо обратиться в службу строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, чтобы была проведена проверка. И по результатам этой проверки было дано заключение о том, насколько обоснованы цифры в платежном документе. Если эти цифры в платежном документе обоснованы, в этом случае оплату провести придется. В управляющей компании ГЖКУ пояснили, большие суммы от 3 до 5 тысяч начислили примерно 2 тысячам семей. Им готовы пойти навстречу и предоставить рассрочку, как это полгода назад сделали и красноярские коммунальщики. Дмитрий Пименов, Андрей Ткачуков, Фонтова новости. Коммунальную аварию на Керенского сегодня устранили. Рабочие краскома заделали течь и заварили трубу. Утром сети начали подавать воду, поэтому к обеду она появилась и в квартирах жилых домов. Напомню, порыв трубы оставил без холодной и горячей воды жителей 16 многоэтажек на улице Керенского на двое суток. Также вода затопила строящийся здесь подземный переход. Теперь строителям переправы необходимо выкачать воду из тоннеля и определить, насколько он пострадал от затопления. Правда, в Крудоре говорят, на сроки открытия третьей полосы на улице Керенского вынуждены простой, вряд ли скажется. Ну а сам объект должен быть сдан только в конце этого года. Мы говорили о том, что движение должно быть открыто, как мы предполагаем, к середине января. Я вам более того скажу, подрядчики были готовы открыть движение уже вот сегодня-завтра. Если бы не эта авария, конечно, то, может быть, оно бы и раньше все бы случилось. Поэтому поживем-увидим, как говорится. Я думаю, что движение в январе будет открыто. Красноярск попал в список городов России с самым грязным воздухом. Такие данные по итогам 2016 года опубликовало Министерство природных ресурсов страны. Специалисты подготовили доклад о состоянии окружающей среды. Результаты исследований неутешительны. Ведомство включило Красноярск в список городов с наибольшим уровнем загрязнения. Там всего 20 населенных пунктов. У них индекс загрязнения воздуха равен или выше 14. Красноярск занимает пятую строчку. Кроме этого, в перечень попал Лесосибирск, Минусинск и Норильск. По оценке экспертов, в нашем воздухе много бензопирена, формальдегида, взвешенных веществ, диоксида азота и аммиака. При этом наибольший вклад в загрязнение вносят бензопирен и формальдегид. Кроме воздуха в очистке нуждаются и реки. К примеру, качи по уровню загрязненности относятся к грязным. А воды Енисея в районе Девногорска характеризуются как загрязненные. И сегодня красноярцы жалуются на дымку, повисшую над городом. Фото и видео ее публикуют в социальных сетях. О содержании грязных веществ в воздухе предупреждают и датчики проекта «Красноярск. Небо». С самого утра они показывают превышение вредных частиц. Грязнее всего воздух, судя по последним опубликованным данным, с замеров оказался сегодня на правом берегу. При этом хуже всего обстановка в Кировском районе. Чуть лучше в Свердловском и Ленинском. Правда, отмечу, пока данные этих датчиков не являются официальными. В Министерстве экологии края рассказали, в Новый год жители города дышали не самым чистым воздухом. Из 14 тысяч замеров 518 имели отрицательные показатели. Выделенные полосы для общественного транспорта могут появиться еще на 23 улицах Красноярска. С таким предложением выступили специалисты Департамента транспорта. На каких магистралях ждать новой разметки и как к такой инициативе относятся автолюбители, узнавала Екатерина Деревянко. После ремонта красноярский рабочий для автомобилистов сузился и выглядит теперь так – по две полосы движения в каждую сторону. Однако к 2019 году автолюбители могут оставить только одну полосу для движения в каждую сторону, вторую выделят для общественного транспорта. С таким предложением выступили специалисты профильного департамента. Они считают, внедрение выделенных полос позволит увеличить скорость движения автобусов. Создание для приоритета для общественного транспорта – это мировой опыт. И он показывает, чем лучше будет работать общественный транспорт, четче подходить по расписанию, увеличится его скорость сообщения, тем больше шансов, что народ пересядет с личного транспорта в общественное. Соответственно, сократится количество личного транспорта, экология в городе намного будет лучше. В список улиц, где должны появиться автобусные полосы, попали основные магистрали города. Проспекты Металлургов, Свободные, улицы 9 Мая, Тотмина, Высотная и другие. Всего 23 магистрали. Кроме того, выделенные полосы могут появиться и на всех мостах. А у и так узких улиц, где после внедрения новшества останется только по одной полосе, как, например, на Красноярском рабочем, появятся официальные дороги-дублеры. Специалисты рекомендуют ездить по ним. Общественник Егор Фролов считает такую инициативу неэффективной, поскольку полосы для общественного транспорта уже есть на пяти улицах города. И там дорожная ситуация, особенно в часы пик. Из-за новшества только осложняется. Мы предупреждали ранее и департамент городского хозяйства, и департамент транспорта о том, что вы сейчас эти сделали выделенные полосы без учета, как двигаться простым автовладельцам, будут создаваться пробки. Ведь автовладельцу для того, чтобы выехать с полосы, выделенной для общественного транспорта, через 30 метров после перекрестка ему надо встроиться в поток, который и так стоит. И автовладельцу приходится стоять и ждать для того, чтобы встроиться в этот поток. Таким образом он и тормозит, и общественный транспорт. Мнения же самих автолюбителей разделились. Некоторые категорически против, чтобы в городе появились полосы для общественного транспорта. Другие, наоборот, поддерживают предложения чиновников. Не должно быть выделенных полос, должны все равномерно передвигаться. Из этих выделенных полос пробки еще больше, чем были. Я думаю, что все-таки нужна полоса. Но не на всех, конечно, то, что они указали, но на мостах я бы сделал. На мостах они собираются делать, я считаю, что это правильно. На некоторых улицах это как раз раб, я считаю, что лишнее. Автобусам легче ездить, конечно, что без пробок, это нормально. Ну, может быть, для автобусов это и хорошо, для водителей как бы не очень. Ну, конечно, это может быть и правильно, так надо. Но будем уже соблюдать правила дорожного движения. Когда еще на двух десятках улиц Красноярска появятся отдельные полосы для автобусов, неизвестно предложение сначала должны рассмотреть в департаменте городского хозяйства. Но уже понятно, если инициативу воплотят в жизнь, знаков и разметки на этих улицах станет больше. Но вот меньше ли пробок, пока неизвестно. Екатерина Деревянко, Алексей Егоров, Афонтова новости. И в продолжение дорожной темы. Простой способ разгрузить перекресток проспекта Свободного и улицы МРЧК, предложил красноярский активист Виталий Чеусов. Всего-то нужно убрать светофорный столб. Сейчас, пока лежит снег, хорошо видно, какой процент дороги реально используют водители. Оказывается, огибая столб, поток автомобиля использует лишь две полосы из трех. Активист говорит, что проблема не в этом конкретном столбе. В Красноярске в целом нет общего понимания, как распоряжаться пространством города и сделать его более удобным. Это дело-то вообще не в столбе как таковом и не в конкретном перекрестке. Дело в том, как мы используем городскую среду нашу. Самый ценный ресурс в городе. И у нас оказывается, что на одном из перекрестков достаточно много места, которое никак не используется. Можно было бы сделать сам перекресток компактнее гораздо, сделать хорошие тротуары. Можно было бы даже обойтись, может быть, необычным наземным переходом, то есть не строить надземный переход. То есть сэкономить много денег. То есть вопрос больше в экономии и в том, что мы действительно, как мы расходуем ценный ресурс, городскую среду. То есть самое главное, что у нас есть в городе вообще. В пресс-службе Департамента городского хозяйства новостям Афонтова пояснили. Предложение Чеусов рассмотрят на ближайшем заседании рабочей группы по организации дорожного движения. Тогда и станет ясно, останется ли столб на перекрестке. К слову, опору планировали убрать еще во время реконструкции улицы, но не стали из-за большого количества проводов вокруг. 200 пьяных водителей и одного Деда Мороза поймали в эти праздники дорожные полицейские. Новогодний персонаж, видимо, так спешил, что захватил с собой чужие права. Что грозит мужчине неизвестно, проводится экспертиза по поводу состояния опьянения. А вот остальные пойманные нарушители точно лишатся прав. При этом из 200 задержанных 24 автолюбителя в нетрезвом виде попались повторно. На них завели уголовные дела. Также дорожные полицейские все праздники дежурили на выездах из города и проверяли машины с детьми. В результате почти трём сотням водителей пришлось вернуться обратно в город. Случаи были, когда мы составляли административный материал, а потом рекомендовали автолюбителям возвратиться в город Красноярск и устранить подобные нарушения, связанные с перевозкой детей. Люди возвращались и, соответственно, устраняли эти нарушения. Специалисты говорят, в целом праздники прошли спокойно, без серьёзных происшествий. Так, в этом году значительно меньше аварий с пострадавшими. Если в начале 2017-го таких в Красноярске произошло 25, то в этом 15 дорожно-транспортных происшествий. Свою статистику предоставили и медики. От обморожения пострадали 30 человек, а в скорую помощь за праздники обратились 12 тысяч красноярцев. Большинство с симптомами вирусных заболеваний. Итоги праздников подвели спасатели за первые дни 2018 года. В крае произошло 55 пожаров. В огне погибли 8 человек. Основные причины – это нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей и короткое замыкание электропроводки. Глава Октябрьского района Владимир Милёхин покидает свой пост. Уже завтра у района будет новый начальник. Об этом рассказали в администрации района. Там подтвердили, что Владимир Милёхин, который руководил районом с 2014 года, сегодня работал последний день. А вот кто придёт ему на смену – неизвестно. Есть информация, что это будет Игорь Ким, который более 4-х лет возглавлял департамент транспорта. Правда, эту информацию пока не подтвердили ни в мэрии, ни в департаменте транспорта. Сам Игорь Ким тоже никак не комментирует своё возможное назначение. Сотрудник массажного салона, обвиняемый в смерти Марины Бесфамильной, предстанет перед судом. Следователи завершили расследование уголовного дела. Они установили, что мужчина, 29 лет, оказывал услуги массажа, не имея при этом медицинского образования. Напомню, новости Афонтова рассказывали о трагедии. В конце июня президент Ассоциации гостеприимства Марина Бесфамильная пришла на массаж к знакомому. Женщина жаловалась на боли в позвоночнике. После сеанса молодой человек ввёл женщине различные препараты, в том числе лидокаин, как обезболивающее. После уколов Марина Бесфамильная почувствовала себя плохо и умерла. По заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть Бесфамильной наступила от токсического воздействия лидокаина. Введённая доза оказалась в 4 раза больше максимальной. Какую погоду на первой рабочей неделе 2018 года обещают синоптики, расскажем сразу после рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Вы смотрите новости Афонтова и мы продолжаем выпуск. Тёплой и снежной будет первая рабочая неделя наступившего 2018 года. По крайней мере, такой прогноз дают красноярские синоптики. Уже с завтрашнего дня пойдёт снег, идти он будет, не переставая, вплоть до следующего понедельника. Осадки принесут с собой долгожданное потепление. В среду ночью минус 12 днём, всего 4 градуса мороза. Ещё комфортнее погода будет в четверг, в тёмное время суток минус 6, днём минус 2. В пятницу тенденция на тепло сохранится, ночью минус 8, днём минус 5 градусов. А вот начиная с субботы похолодает. В выходные по ночам 12-15 градусов мороза, днём 11-12 со знаком минус. В понедельник мороз продолжит усиливать свои позиции, ночью минус 16, днём минус 14 градусов. Снежные скульптуры из «Изо льда и снега» вот уже третий день вояют участники шестого фестиваля «Волшебный лёд Сибири». В этом году посоревноваться за титул лучших мастеров к нам в Красноярск приехали гости из Латвии, Белоруссии и даже Японии. В мастерской художников, делающих из замёрзшей воды настоящие шедевры, побывал Антон Шевчук. Несмотря на то, что снег – податливый материал, без бензопилы скульпторам не обойтись. А чтобы из огромных кубов начал вырисовываться образ будущего творения, нужны четыре составляющие – время, силы, терпение, ну и, конечно, мастерство. Участники говорят, красноярский снег напоминает попкорн, потому что ложится комочками и время уходит, чтобы выровнять бугры. Мастер из Японии Харида Мидо сибирских трудностей не боится. Вместе с своей командой он третий день ваяет снежную книгу любви. Это книга, из которой как бы выпрыгивает женщина, а другая женщина, которая находится вне книги, она её будет поддерживать. Книга символизирует любовь, из любви получается человек. То есть смысл этой композиции – мы задумывали, что это будет любовь во всём мире. Мир во имя любви, любовь во имя мира. Для того, чтобы поднять настроение и согреть участников фестиваля, организаторы устроили настоящие гуляния прямо в импровизированной мастерской. Здесь пели песни, кружили участников в хороводах и угощали сладостями. С праздником вам судьи! Да, это очень приятно. Эти фольклор-ансамбли у нас тоже популярны. Они тоже в этих праздниках принимают. Это очень душевно, очень приятно. Но веселиться времени нет. Сегодня последний день, когда мастера могут закончить свои шедевры и предоставить их на суд жюри. Соревнования проходят в двух номинациях – «Скульптура из снега» и «Скульптура из льда». Как говорят участники, победа тут не главное. Гораздо важнее воплотить свою фантазию в жизнь, чтобы идея не осталась только на бумаге. Когда мы приехали в Красноярск в первый день, видимо на мороз была погода, и вокруг солнца было гало, такое явление, еще четыре солнца. То есть композиция была другая маленечко. То есть мы вот это гало включили тоже сюда. А в народу много ходит, интересно всем. Надо же где-то людям-то отвлекаться от праздников. Мне вот осетр понравился. Почему осетр понравился? Потому что осетр – самая большая рыба у нас в Красноярске. Уже завтра на сцене главной елки города пройдет награждение победителей. Организаторы обещают подарки, получат все команды, в том числе по окончанию этого конкурса все участники получат стипендии. Обязательно разыграют и приз зрительских симпатий, а тройка лучших заберет денежное вознаграждение. Победителю достанется 90 тысяч рублей. Критерии, в принципе, они одни и те же, да, только, ну, это критерии какие у нас? Это первое впечатление, потом художественная ценность, это такая художественная композиция, оригинальность, ну, самая скульптура, затем фактурность, это, ну, проработка каких деталей. 26 февраля пройдет заключительный этап фестиваля. У Вантового моста бензопилы и мастерки возьмут в руки красноярские студенты. И если их ледяные скульптуры выдержат в феврале-март, тогда действительно лед можно будет смело назвать волшебным. Антон Шевчук, Дмитрий Кутько, Афонтова, новости. Печь шарлотку и сервировать стол учат малышей. Учебную квартиру для дошколят презентовали сегодня в 328-м детском саду. Мягкий домик из ткани с четырьмя комнатами создали совместными усилиями воспитатели. В цветных комнатах есть мебель, окна со шторами и свои жители куклы разных размеров. Играя в такой квартире, дети учатся обычно домашним делам. Сервируют стол, заправляют кровати. Кроме того, на вещах в маленькой квартире есть замочки, клепки, шнурки, чтобы развивать мелкую моторику. Через игру, через такой познавательный интерес, дети усваивают более информацию. Нежели мы будем банально стоять у доски и показывать простые квадратики или простые цвета. Все-таки таким способом, во-первых, им интересно через игру познавать. И все-таки это продуктивно. Но прежде чем учить вести домашние дела, малышей научили готовить. Уже год в садике работает единственный в городе дошкольный кабинет домоводства. Там дети не только сооружают бутерброды, но и варят супы, пекут блины, пироги, оладьи и даже шарлотку. Каждое блюдо соответствует новому времени года или празднику. Кроме того, ребята убирают со стола, учатся различать разные виды чая, узнают об истории разных ингредиентов. Юные повара с готовностью делятся своими умениями. Загляните в семейный альбом. Экспозиция под таким названием открылась в Музее истории Красноярской железной дороги. Она посвящена Дмитрию Хворостовскому и его семье. Ведь предки Великого Баритона работали на железной дороге. В музей заглянула Ольга Хохлова. Его прадед Иван Хворостовский в Подольской губернии работал стрелочником еще до революции. Эти фотографии более 140 лет. Это самый старый снимок из коллекции. Здесь в музее хранятся пять альбомов, которые таят множество историй семьи Хворостовских. 500 фотографий и документов о том, как прадед, дедушка и бабушка Великого Баритона работали на Красноярской железной дороге долгие годы. Здесь есть фотографии личного плана, как молодой Дмитрий Хворостовский смотрит в солнечное затмение в 1981 году. Между прочим, в отличие от его друзей и родственников, он смотрит на солнце без затемненного стеклушка. То это уникальные вещи, которых не было даже в Лондоне в семье Дмитрия Хворостовского. Все эти фотографии появились в этом музее не случайно. Бабушка Дмитрия Хворостовского, Екатерина Павловна, работала здесь с момента открытия в 80-е годы. Ее муж Степан Иванович был вторым главным инженером на железной дороге. И они большую часть жизни посвятили работе. Долгое время все эти фотографии и документы хранились в гараже семьи Хворостовских. И чтобы альбом не сгнил, двоюродный брат Дмитрия Хворостовского, Алексей, передал все эти фотографии в Музей истории Красноярской железной дороги. Это случилось 13 лет назад. Вот, кстати, запечатлен этот момент в 2005 год и на фото сам Алексей. У музея говорят, после ухода из жизни Дмитрия Хворостовского решили показать фотографии всему Красноярску да и миру. Экспозиция открылась на 40-й день после смерти великого певца. И теперь будет работать постоянно по адресу проспект Мира, 101. Ольга Хохлова, Алексей Егоров, Афонтова новости. С новостями спорта вас познакомит мой коллега Антон Соркин. Практически каждый праздничный день нового 2018 года был расписан поминутно. Любители спорта не сидели дома даже в Рождество. В этот день в Красноярске проходил один из самых красочных забегов года – рождественский полумарафон. Уже известный на весь мир благодаря организации в самых экстремальных погодных условиях. В этот раз с участником рождественского полумарафона в какой-то степени повезло. Если сравнивать с прошлым годом, когда было минус 20, сейчас минус 10. Комфортно? На стартовой площадке рекордное количество участников. В общей сложности в протоколе 281 человек из разных городов России. Три, два, один, пошел! Полумарафонцы побежали. Давай, давай, с Рождеством, ребята! По традиции участников первые несколько метров сопровождают Дедушка Мороз. Бежать приходится быстро, поэтому важно выбирать правильную обувь. Я уже второй год в валенках бегаю. До этого выбирал сапоги. Неудобно, а вот в валенках очень удобно. И не скользит. На дистанции установлены пункты питания. Орехи, шоколад, горячий чай – все, что нужно для поддержания энергии. А вот кому лучше всего удалось распределить силы во время забега, так это двум красноярцам – Василию Минаеву и Анне Бочкаревой. Именно они стали победителями 20-километровой гонки. Я стартанул, километр где-то я проехал, мне хватило. А дальше я уже пошел своим темпом, тем темпом, который мне позволяет мой функционал. Услышать истории жизни и получить урок мастерства от олимпийцев. На протяжении всей праздничной недели красноярцы могли вдоволь покататься на лыжах. Для горожан проводились соревнования. Те же, кто хотел повысить свой навык катания, посещали мастер-классы с прославленными лыжниками. Роль учителя исполнил участник Олимпиады в Солт-Лейк-Сити Николай Большаков. Самое интересное, что очень много людей, которые хотят сегодня учиться кататься на лыжах, это мне радует. С желанием узнать что-то новое приходили и те, кто катается на лыжах практически всю свою жизнь. Вообще, вот как правильно кататься оказывается, как надо центр тяжести перемещать. Вот я думала, что надо смещать его, он говорит, нет, надо ровнее. А те, кто так и не смог заставить себя встать на лыжи, просто мог пообщаться и взять автограф у наших прославленных олимпийцев Ольги Медведцевой и Павла Ростовцева. Ура! Слушайте, какая прелесть так. Исполнить мечту горожан помогла и съемочная группа Афонтова. Исполним роль фотографа. Нормально. Главное, фотоаппарат терроритетный. Антон Соркин, Эдуард Баглай, Дмитрий Кудько, Афонтова новости. И это все новости на сегодня. Телефон редакции 285-14-14. Звоните, делитесь важной и интересной информацией. На номер 8-953-585-14-14 присылайте видео и фотографии в любом из популярных мессенджеров. Следите за новостями на страницах Афонтова в Фейсбуке и Вконтакте, а также на сайте afontova.ru. Хорошего вам вечера и до свидания. И о погоде. В среду 10 января в Красноярске переменная облачность, небольшой снег. Ветер юго-западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 12, днем 4 градуса мороза. Зингал Рич знает, что я ценю. Стиль, качество, уверенность. Одежда для тех, кто принимает решения. Зингал Рич для мужчин с безупречным вкусом. Мороженое таежное. От компании «Эскимос». Гигантский выбор импортной и российской бытовой техники в складе магазине «Видео 2000» на улице Новой. Пожалуй, лучший выбор качественного товара в нашем городе. Гигантский выбор. Низкие цены. Улица Новая, 13, строение 4. 400 метров от Мичуринского кольца по улице Грунтовой. Центр объявлений и билетов напоминает. Объявления в еженедельник «Шанс» можно подать на пунктах приема рядом с домом. Для жителей Правого берега – торговый центр «Красноярье». Сибирский городок Наговорова, 57 и офис центра объявлений и билетов «Переулок Афонтовский-7». Подробности на сайте центробъявлений.рф Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова